Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить эфир. Остановимся на том, что оказались в этом очень страшном помещении. Если я сейчас откину пару кирпичей опять, то не удивляйтесь, потому что эта игра начинает меня пугать последние пару-тройку часов, последние серии 5-6. Что ж поделаешь, такая же игра. Временами совсем не страшная, временами страшная до усрачки. Хорошо, попали в струю. Трехочковая мать твою. Так, сохранимся. Это меня сейчас убьют. Меня в прошлой серии сколько-то раз убили, и я понял, что с ними лучше не шутить. Так, о-о-о, хорошо. Пока бегал, как раз потратил столько, сколько исполняет. Все, кажись. Блин, мелодия меня вымораживает. Ничего хорошего. С спины сейчас не прилетит оттуда. Я тебя вижу. Да, слава богу, одного рожка на вас хватило. Еще целый патрон остался. Обалдеть. Этим патроном разве что настрелить сможем. Зато мы с них сразу подобрали. Давайте сразу перезарядим. Так, что у меня с пистолетом-пулеметом. 31 патрон. Давайте походим с дробовиком пока. Хороших пушек не предвидится, а все что есть дробовик самый лучший пока что. Так, мы все идем на крышу. На крышу ли мы идем? Не совсем понятно. Не видим сюда? Или все-таки сюда? Нет, все-таки туда. У меня уже столько патронов к дробовику, что мне просто насрать. А вот конец уровня. Я уже просто трачу патроны на все. Они все равно не кончаются. Судя по заданию, Элис все-таки выжила. Хотя, истории пока что об этом умалкивает. Элис. Вот ты где. Куда ты пропал? Я помню только, что в лифте погаснет, а потом я очнулась на верхнем этаже, а тебя мешает? Вертолет близко, вы должны видеть. Барбара Дач. Барбара Стрейдент. Блядь, что там произошло? Хватит. Я не могу ждать. Папа в опасности. С вашим отцом все будет в порядке. Вот вы сами в опасности. Простите. Безвайс. Чертого куба, чем она думает? Блин, у меня нет ничего длиннобойного. Это плохо. Это я бы сказал просто отвратительно. Так. Вот так вот. Сейчас они сюда зайдут, а мы спрячемся за углом. А нет, мы за углом не спрячемся. Если сюда закинут гранаты, это будет весело. Это я вам гарантирую. Так, а где все? Твою... Твою мать. Блин, у меня дробовик, он не стреляет на далекие расстояния. Вернее, стреляет, но крайне плохо. Используем аптечку, запишем в Север Ваню. Вперед, в бой, что нам? Несек ложь какой-нибудь. Голова отлетела. Хорошо. Отлично. Так, у меня появились патроны для автоматической винтовки. Я думаю, что сейчас враг прибежит сюда и отсюда начнет по мне стрелять. Ага, он меня вообще обманул. Так, мне надо отступать с такого расстояния и воевать в самоубийстве. Подлечимся. Ха, спрыгнул, гад. Ничего. Сейчас ты вылезешь. Ты кого козлом обозвал, баран? Ну? Кто из нас парнокопытная, блядь? Обзываются еще? Обалдеть. Так, хорошо, но мы вроде справились. По крайней мере, пока. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Пусть это Эли сама спасает себя. Высоковато. Так, и что делать? Куда идти? Вот оттуда я пришел. Там у нас дверь какая-то сломанная. А больше тут я не вижу никаких ходов. Может, она откроется просто? Добро пожаловать в компанию Army Heaven Technology. Посетители отпускаются только в сопровождении персоналов. Спасибо за информацию. Она мне очень помогла. Блин, у меня три аптечки осталось. Это обалдеть. У меня никогда так мало аптечек, по-моему, не было. Так, восемь патронов на тебя хватит, я думаю. Там хватило. Да что ж вы выпрыгиваете, откуда можно только? Ты давай замахнись мне еще. Гранату решил кинуть. Обалдеть. Давай, иди проверяй. Бляха, муха, как вы ссадите-то по мне. Да. Это да. Иначе как полным шандюцом это и не назовешь. Используем такое нематерное выражение. Ну, вы поняли, что я имел в виду. Можно еще сказать полным песцом. Хотя, представляйте, полного песца. И мне становится смешно. Блин, о чем я говорю вообще? Охренеть. Несу всякую чушь. Вроде никого. Башу-машу. Блин, а чушь ты... Как все вовремя. Мне нужна поддержка! Замечательно. И у меня 0 аптечек. Это прекрасно. Ты просто зашибись. Так, на лифте, я думаю, я уехать-то не смогу, да? Да, это оффлайн. А этот... Тоже оффлайн, судя по всему. Мне, видимо, сюда надо идти. Так, сейчас я почешу нос. У меня опять нет патронов. Зато тут стоит коломет. Блин, ты что так громко-то? Ну, ничего, прорвемся. И не через такое проходили. Мисс Уэйд, вы меня слышите? Да. Что вы собираетесь делать? Спасать папу. Послушайте, я не против того, чтобы вы съездили за отцом, но сейчас вы серьезно рискуете. Гораздо меньше, чем на вашем вертолете. За вами идет охота. Если вы снова попадетесь, солдаты подвергнут вас вопросу. А это, поверьте, мне очень неприятно. Не попадут. Вот ведь упрямая, сучка. Не говори. Так, блин, я, конечно, люблю пистолеты, просто обожаю, но все нужное. Все очень нужное. Я бы даже сказал, необходимое. Так, что у нас здесь лежит? Ничего. Еще птичка. Две птички, это уже неплохо. С этим можно жить. Опять какая-то музыка мороженое играет. Опять сейчас на меня девочка кидаться будет, наверное. Елис? Твою мать! Че-то было. Блинский, блин. О, наркота! Хорошо. Уже 175 здоровья, обалдеть. Аж три. Следующее сообщение. Харлан Вейд. Привет, Фил. Это Харлан. Я уверен, что Женевьева сейчас пойдет на все, лишь бы прикрыть свою тощую задницу. Скажем прямо, если она или ее люди сунутся в саркофаг, лучше сразу застрелиться. Она и так уже натворила дел, решив, что может просто явиться туда и начать все заново. Если она обратится к тебе за поддержкой, напомни ей, почему мы закрыли этот проект. Следующее сообщение. Женевьева арестит. Фил, как ты там? Это Женевьева. Что-то ты давно не появлялся, Моррис. Может, заглянем на все, когда все улажется. Кстати, можно одну маленькую просьбу? Я знаю, что с Харланом в хороших отношениях. Может, ты ему объяснишь. Он не может простить меня, что я отправила в саркофаг тех несчастных. Как будто меня саму все это радует. Да, я ошиблась. Но почему теперь из-за этого должны страдать другие? Постарайся донести до него эту нехитрую истину. Следующее сообщение. Женевьева арестит. Привет, это Женевьева. Хочу напомнить, что источник заставлял нам немало хлопот еще задолго до этого ЧП. Раньше мне казалось, что этот объект можно восстановить или перепрофилировать. Но теперь я вижу только один выход. Полное уничтожение. Если у вас есть какие-то идеи, с удовольствием их выслушаю. Если нет, не мешайте мне работать. Сообщений больше нет. Наконец-то. Ну вы поняли, да, что происходило? Грязня, прикрытие своих задниц и тому подобное. Офисная шелуха. Богодачь. Ладно. Блин, когда эта музыка прекратится? Когда такая музыка играет, что-то нехорошее случается. Так, сохранимся. Вон там я вижу ноутбук. Его, судя по всему, желательно бы взять. При этом получить пулю откуда-нибудь сверху. Так, еще кое-что по источнику. При создании прототипов использовался некий исходный материал. Судя по всему, речь идет о чьей ДНК. Кто именно был донором не указано, но я думаю, что это Харлон Уэйд. Все-таки автор проекта. Харлон Уэйд. Сильно завязан в этой истории, надо сказать. Что-то сканируют. Так, пистолет-пулемет. Причем сразу два. Это хороший повод поменять минимал винтовку. Блин, заберите, елки-палки. И двигаем дальше. Блин, в такие моменты вы, наверное, заметили. Даже я приглушенно разговариваю. Как будто это повлияет на что-то в игре. Что за херня? Да не херня. Что-то я вообще такого не помню. Блин, как будто... Как будто вообще не играл в игру. У меня ощущение, что это их волна. Отнимает мне жизни при взрыве. Блин, ну это удивительно. Какие-то роботы летающие. Зато музыка не страшная. Скорее какая-то... Долбанутая. Чем-то напоминает музыку из террарии. Когда там спускаешься вниз. Да твою мать! Звездные войны, мать вашу. Еще есть. А дробалик с ними довольно хорошо справляется, надо сказать. Меня это радует. Так. Еще. В принципе, неплохо. Мне похоже, по карнизу опять придется пройти. Ну, блядь. Отлично. Они совсем не сложные. Это меня радует. Это у меня, видимо, такая разгрузка после того мяса, которое творилось на протяжении этой предыдущей серии. Типа нас, инок, отдохни. Спасибо. А, и понял я, куда мы попадаем. Попадаем мы сюда. А тут у нас что? А тут у нас дверь. Бородачий бизнесмен. Что за звуки? Так. Я ее видел? Она видел меня, похоже. И все. Прекрасно. Надо сказать, это совершенно не доставлять никаких неприятностей. Довольно-таки легко. Пистолетик. Пистолетик. Но тут пистолетик уже делать нечего. Ты б посмотри. Только я обрадовался, что нет этих врагов, как они тут же поперли. Ну, я вроде бы всех одной очереди неплохо так снес. Что не может не радовать. В принципе, ребят, я думаю, на этом мы завершим эту серию. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok